В конце апреля в администрации городского округа город Буй состоялось заседание антитеррористической комиссии по обеспечению безопасности граждан на выходные и праздничные дни на период майских праздников. Заседание прошло под руководством Игоря Ральникова с участием представителей различных служб. Цель проведения такого рода мероприятия – недопущение дестабилизации общественной политической обстановки, а также предупреждение возможных террористических проявлений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Было организовано проведение всесторонних проверок антитеррористической защищенности, мест массового пребывания граждан, а также объектов транспорта, энергетики, потенциально опасных и стратегически важных объектов – объектов жизнеобеспечения. Был поднят вопрос об организации дежурства из числа ответственных работников организаций и учреждений в праздничные дни. Особое внимание было уделено оснащению средствами сигнализации граждан и экстренной связи с органами внутренних дел в случае возникновения угроз террористического характера, куда были предоставлены планы проведения всех мероприятий на территории муниципальных образований. Специальными комиссиями были проведены обследования объектов, таких как ДКЖ, флагман, стадион «Спартак» и мест проведения праздничных мероприятий с составлением соответствующих актов. Под особым контролем на период до 10 мая находятся нежилые технические помещения, чердаки и подвалы. Руководители всех подразделений и специальных служб доложили о полной готовности. Проведены инструктажи работников, на объектах жизнеобеспечения назначены дежурства. В праздничные дни возрастает ответственность всех экстренных служб – станции скорой помощи, диспетчерских служб, органов правопорядка, подготовлены аварийные и пожарные бригады, обследованы территории, жителям разосланы памятки по антитеррористической безопасности. Обе военные части города – танковая и летная – к праздничным мероприятиям находятся в полной готовности. С личным составом проводятся тренировки антитеррористической направленности.